Обычное занятие изобразительной деятельностью. Если не знать, что Матвей особенный ребенок. Еще в раннем возрасте его мама начала замечать, что сын ведет себя странно. Сегодня, когда Матвею Вельгасу уже 12 и все стадии отрицания, принятия, смирения позади, Ольга могла бы защитить диссертацию по родительской любви и терпению. Мама научила Матвея фотографировать и рисовать. И сегодня эти работы могут рассказать все о внутреннем мире мальчика. Мы были на фестивале республиканском, и ему подарили поощрительный приз от жюри «Огромный холст на подрамнике». Ну и мы решили, ну что ж, надо же его, что ж валяться-то будет. И решили попытаться порисовать. И вот две недели, каждый день, иногда по две картины в день он и нас рисует. Никто не знает, откуда берутся эти цвета, формы, образы. Некоторые работы могут поразить даже искусствоведов. Порой именно творчество помогает рушить барьеры и стереотипы. С такими детьми работает и учитель-дефектолог, и педагог-психолог. Конечно, основное направление работы – это создание положительных эмоций и формирование правильного позитивного отношения к окружающим его людям, к занятию, к педагогу и к другим детям. Здесь применяются различные специфические приемы работы, которые не используются при работе с другими детками. Для детей с аутизмом характерно выстраивание четких алгоритмов действий. Они хотят учиться и работать, общаться и дружить. Хотят, чтобы их принимали. Но то, что здоровым людям дается легко, им дается сложно. Дети, которые имеют расстройство аутистического спектра, видят мир иначе. Десятилетний Никита Старостенко рисует впечатляющие, особенные картины, которыми восторгаются во всей вспомогательной школе Бреста. Папа мальчика отмечает, что с каждым месяцем его сын преуспевает все больше. Никита начал делать очень хорошие успехи. Он начал как-то больше контактировать с людьми, начал всех слушать, играть, веселый мальчик такой контактный достаточно уже стал. Прогресс очень достаточно весомый и большой. Так что Никита у нас очень радует. Ну и дополнительные занятия, конечно, его очень сильно развивают. Ему нравится ходить на коррекционный, как логопеду-корректору. И одновременно, получается, рисует там тоже. Необыкновенный, ранимый, тонкий. Никита Журавлев часто закрывается даже от самых близких. Но к таким, как этот мальчик, безусловно, подход есть. Аутизм поддается коррекции. Здесь просто важна любовь, терпение и грамотный подход. Он научился быстро лепить из пластилина удивительно маленькие фигурки животных. На одну может уйти до пяти минут. Может сутками сидеть, сколько будет пластилина, столько сидит. Вот всякие животные, зверушки там будет лепить, лепить. Ну, как бы мы, наоборот, поддерживаем. Пожалуйста, потому что это же мелкую моторику развивает. И все, потому что там зверушки маленькие, как бы каждому глазки слепи. Вот, как бы будет что-то другое новое, тоже будем поддерживать. Потому что он бывает, что и вырезает там. То есть рисует, бывает, знаете, как в воздухе. Он рисует, вот берет на глаз, смотрит, вырезает даже. Ну, линии нету, а как бы тех же животных вырезает. Ну, такое даже есть. Призыв Всемирного дня информирования о проблеме аутизма звучит так. Зажгись синим. В этот свет в преддверии даты сотрудники вспомогательной школы Брестов, которые в настоящее время обучаются 35 детей с различными нарушениями аутистического спектра, пришли на занятия в синей одежде и с синими воздушными шарами. Таким образом, поддержав акцию, призванную привлечь внимание к проблемам вокруг аутизма.